Представься, пожалуйста, и назови 5 брендов русской водки, которые ты помнишь. Всем привет, меня зовут Никита, вы меня раньше здесь могли видеть. 5 русских брендов водки, это на самом деле сложный вопрос, но я постараюсь. Ну, первое, что приходит, это русский стандарт. Это белуга обязательно. Хаски есть бюджетных. Дальше сложнее. Зеленая марка и... Ну, Талка, 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 по-моему, Талка она называется. Все. Совершенные российские бренды водки, ну, по моему опыту, по моим наблюдениям, да, по опыту тех людей, с которыми я ее пью обычно, это 5 озер. Если брать чуть повкуснее водку, то Хортица, Перепелка и, как ни странно, водка каждый день, которая Ашановская, которая сейчас называется «Наш выбор». Она не такая страшная, как ее представляют, вполне себе петебельная. Вот. Мои любимые из них – это Хортица и Перепелка. Ну, будем так говорить, на самом деле я водку уже давно не пью, а занимаюсь своим продуктом, то есть пью то, что делаю сам своими руками. Ну, а так, на скидку это «Парламент» водка, «Столичная», «Желка», «Белуга», ну и «Пятая», «Пятая», «Маруси». Салют, марсиане! После выхода ролика с Анурум, с моим новым другом из Турции, где мы пробовали… Бурбон и Джак Дэниелс. Бурбон и Джак Дэниелс. Сейчас вверху появятся ссылочки, если вы на этот ролик не смотрели. Многие в комментариях написали «Марсклуб, напои этого турецкого подданного или турка, напои его русской водкой». Ага, подумал я, почему бы и нет. Конечно же, надо водкой, но не простой. Я очень долго готовился к этому ролику. Вернее, этот ролик должен был быть совсем другим. Но именно благодаря вам и вашим отзывам, что вы писали в группе ВКонтакте «Марсклуб», можете подписаться, если еще не подписались в группу ВКонтакте, и я также на канале. Я решил сравнить столичную водку. Но не просто так взять столичную водку. Я взял столичную водку российского производства. Ее сейчас разливают, по-моему, в Бресте или в Брянске. О, Брянске, господи. Извините, спутал братья-белорусы. Брянске взял столичную водку. А ну, где ее разливают? В Латвии. В Латвии. И взял столичную водку в Минске. Ну, Стальградная, по большому счету, столичная. Оператор, покажи, пожалуйста, поближе этикеточки. Да, по большому счету, все эти три водки столичные. Они все очень похожи в оформлении, в цветовой гамме. Они вообще очень и очень похожи. Вот это литовское с российской и по количеству медалей. Я, честно сказать, я готовился к ролику снять вообще про столичную. Именно посвятить водке столичной целый отдельный ролик. Потом что-то мне стало скучно. Приветствую. С вами, как обычно, Алкокот, Пять озер. Упомяну Талку, Хаски, беленькую, зеленую марку, русский стандарт и, возможно, Петрович. Ну, не знаю. Вот такое мое мнение. Возможно, ничего общего с реальностью не имеющей. Я хотел абсолютно сказать о Финляндии. Какая-то есть... Самая известная для тебя. Я не помню. Я понял. С Будуна. Я ее не пью просто водку русскую. Ну, самую известную. Какую-то... Столичная, самая известная, наверное. И, наверное, Путинка. Есть еще Ельцин, но это не русская, да? Еще какая-то дорогущая есть водка. Что-то я не помню. Не пью просто. А так столичная. Она везде продается. В России, на таможне. За всю Россию не скажу. А среди моих знакомых самая популярная российская водка на данный момент. Это водка Архангельская Северная Выдержка. Вологодская водка Хортица Платинум. И линейка региональной водки Нижегородского завода Сордис. Хортица. Так. Столичная. Два. Так. Талка. Три. Парламент. Четыре. Ну, допустим, какая-нибудь жилка. Давно не пил водку. Но все, что приходит на ум, это Белуга, Царская, Талка. Пять озер очень хорошие тоже. Ну, наверное, и Хаски. Все. Я был на заводе, где разливают водку Столичная в Москве, в Кристалле Фортово, где мне подарили вот такой великолепный альбом, посвященный водке Столичной. Потому что водка Столичная, по большому счету, в свое время была даже, скажем так, самым главным российским напитком. Почему и благодаря водке Столичной и везде Россию ассоциируют с водкой. В смысле, считается, что водка настоящий. Черт побери, как неудобно. Но мы на доме, а на доме идет стройка. Так, меньше слов, короче, ролик. Поприветствуй наших зрителей. Чего-то я слишком много говорю. Пускай он поговорит. Здравствуйте всем, друзья. Сегодня будем сравнить эти три великолепные напитки. Мне очень интересно. Я даже еле-еле задерживаю себя. Хочу все три попробовать. Скоро уже, да, сразу. Скажи, пожалуйста, как в Турции пьют водку? У нас пьют его, любят. У нас даже, когда пьют его. Его? Да. Его водку? Говорят на русском языку. Может, сейчас вам интересно будет. За здоровье говорят. По-русски? Ну, по-русски говорят, да. Так. Слава, за здоровье. И так пьют. У нас не умеют пить его. Почему? Неправильно пьют. Неправильно сказал. Не умеют. Неправильно пьют. Ну, неправильно как неправильно? Ну, мешают. Мешают. Сок, да, кола, там, чем угодно. Ридбул, там, энергетики. А я здесь учился его пить чистым. Это мне больше всего понравилось. И правильно, я думаю, так надо пить его. То есть в Турции водку разбавляют? Да, разбавляют, да. Ну, рак и ваш тоже. С водой его только с водой. Рак и только с водой пьют ваш национальный пить. Не сок, не только с водой холодной. А водку, сок, кола, ридбул, чем угодно. Но чисто не пьют. Чистый не пьют, да. Ты считаешь все-таки, что чистый лук? Я считаю, да. Я здесь, я видел с самого начала, думал, как это можно его чистить? Первый, да, рывмок тяжело. Второй, третий уже все. Что здесь идет, как этот, как-то труба уже. Как-то труба. Труба, что такое труба? Огромная вот здесь, которого. Человеческие, да. Остановится побольше. Труба после первого, второго. Труба автономная. Да, и все нормально идет, да? И его надо чисто пить, я думаю. Ты думаешь? И друзьям тоже говорю, когда отдыхать еду, родина, летом, давайте попробуйте чисто пить его, посмотрите, вам нравится больше. И у вас голова не будет болеть в следующий день. Так. Да, кто так пил, и они согласились сразу, что я прав. То есть ты, там, российский образ жизни и питья водки. Это же ваш напиток, правильно? Напитка. Вы знаете же, как правильно пить. Ну, вы знаете, ну, я не знаю, как правильно, как неправильно. Дорогие подписчики, напишите, как правильно пить русскую водку в комментариях. Будем вам благодарны. Итак, я предлагаю в первую рюмочку, вторую и третью, нальем так, как бутылочки нет. Давай, вот так вот, да. Это будет первая, вот видишь, у тебя тут еще такая наклеечка. Первую наливаем водку российского разлива. Сделана красиво, забрендирована бутылочка. Russian vodka написано, да? Russian vodka? Russian vodka? Да. Столичная. По чуть-чуть? По чуть-чуть, да. Вот так, да? Да, чтобы не перепутать нам стаканчики. Все, достаточно. Достаточно. Ставим. Открываем столичную из стран Прибалтики. Очень много судов, очень много споров по бренду этой водки. Кстати, это тоже с дозатором. Тебе. Было и целые суды, судов было очень много. Бренд столичной водки. Я серьезно готовился и вот эту книгу перечитал. Кстати, книга вообще беспонтовая. Ни о чем. Она красиво оформлена, но там никакой полезной информации нет. И открываем белорусскую водку, которую я покупал в Минске. Очень похоже на столичную. Это нет столичной. Просто здесь полностью рецептура столичной водки. Но так как название столичная, оно запатентованное и имеет право производить здесь только российские заводы, которые вы купили на этой лицензии. Поэтому у нас она называется Стольградная. Стольградная. Слушай, я обязательно ее возьму. Ну, здесь просто все и по-русски. Никаких дозаторов. Оксидная марочка. Вот, кстати, здесь грузинская оксидная марочка. Эту водку я покупал в Грузии. Эту водку я покупал в Белоруссии. Давайте бедрыжище. Вот так. Я, наверное, ровно налил, да? И споры до сих пор продолжаются. И кому гораст, просто водка столичная была в свое время настолько популярна, ну, давай по запаху, что ты скажешь? Я прям тут здесь понюхаю, как будто я мастер, блин. Не знаю, здесь родился и все время пил водку. Ну, давай мастер. Ну, пахнет одинаковый. Одинаковый? Да, вот сам тоже нюхает, посмотрите, не знаю. Извини, я канал 18+, поэтому я спрошу тебя. В турецком языке есть слово «жопа»? Есть. И как это будет? Гет. Вот, как я обычно говорю, водка пахнет уколом в жопу. То есть, ну, уколом, это спирт, по большому счету, спирт. Ну, да. Рецепт водки столичный очень прост. Спирт, пшеничный, вода и сахар. Все. И по большому счету, как бы, тут он везде один. Все зависит от спирта. Давай пробуй, что нюхать? Вот, что нюхать? Это же не Джим, Бим, это не Бурблан и Джак. Да, там фильтровали чем-то, там то-то-то делали, как это документально показывают. Да, тут нет такого, думаю, лучше там по вкусам попробуем. Давай. Вот закусочку приготовил, и вот этот томатный сок, настоящий томатный сок, друг мой, с моей родиной. Первый попробуем. Первый пошел. Российскую. Вот тут. Ну-ка, как тост там, первый, ваше здоровье, как это звучит? Шарафе. Давайте, на здоровье. На здоровье. Ну, стоять. Вот, мне кажется, дурак пожил немножко в России. Что-то, давай вторую. Между первой и второй, как говорят, пуля не должна пролетать. Быть добру. Идет прям, как бы остался тут, да? Еле-еле идет, да. Ну что? Я уже сразу хочу сказать. Я вот так, сюда. Российская пока лучше, да. Давай попробуем белорусскую. Мы налили понемножку и пьем совсем чуть-чуть, чтобы у вас, сейчас многие напишут, да, а вы это первую выпили, это вторую. Ну, ребята, вообще вторая должна идти мягче, но пошла как-то она хуже. Как-то наоборот, да. Наоборот, да. А это у нас Латвия, да? Нет, Латвия я вторая была, а сейчас это братья белорусы, Минская, да, 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 Минский эту водочку покупал. Поехали. Говори. Хорошее пошло. Да. Хорошее пошло. Это сразу убираем. Слушай, ну, убираем, да? Да. Латвию убираем. Сейчас сравним лучше. Давай. Первый и второй. Между русским и российским. Ну, ничего себе, наш гость разошелся. Давай выбирать. Ну, давай выбирать. Не, по-честному. Давай по-честному. Одинаковые они. Одинаковые. Ну, мы должны выбрать лучшую. Но. Я предлагаю тебе закусить. Я же готовился к столу. Вот оператор покажет и огурчики, и нарезочки всякое. Но первые всегда же тяжело. Правильно? Первые. Как бы он? Хорошего пошло, правильно? Отлично. Вот давай сюда наливая первую. Я не планировал так много вот кипеть в кадре. А белорусская? Тоже нормально. Ну, они одинаковые, я думаю. Ну, одинаковые, значит, одинаковые братья-литовцы, бывшие братья, в сторону уходят. Давайте, дядя Витя, вы главный у нас. Я не главный? Я не мастер? Почему? Тало, зачем? Вы, думаю, я вас уважаю. Я думаю, вы считаете... Конечно, такой стол накрыл, конечно, зауважал сразу ты меня. Какое для вас лучше? Нет, мне интересно твое мнение. Своё мнение не скажу в конце. Но то, что вот это вот столичное, ребята, казалось, какая-то не совсем столичная. Давай мы ее убьем. Па-дам, па-ба-ба-бам. Или мертвеца под стол. Лучше под столом. Пускай валяется. Ну, пускай. Мы ее повергли. Вдруг у нас заканчивается. Давай. Патроны вдруг кончатся. Можно его попить. Потом вдруг кончатся. Итак, поехали. Здесь столичное, здесь Стальградное. Ну, по большому счету, та же столичное. Попался ментурок. Как он мне сказал, его зовут в России. Леха из Истамбула. Лоха из Истамбула. Лоха? Лоха, да. Плохо. Леха лучше. Леха. Леха. Лоха, это плохо. Леха, хорошо. Давай. Или Осман. Осман? А, Османская империя, да. Ну, давай. Да. Это наша русская. Я прям чувствую сразу. Скажи, да? Что ваша. Наша. Во, прям. По-честному, он лучше, чем и белорусская, и она водка. И чем белорусская, и это уже лангия, я уже не считаю даже. Ты знаешь, когда в Америку пришла водка русская, ее рекламировали как виски без цвета и без запаха. То есть он. Так он, да. Его там рекламировали как виски без цвета и без запаха. То есть виски это он. Ну, хотя по правилам русского языка виски можно и мужского рода, и среднего рода. Ну, я не буду сегодня дискутировать на эту тему. Ну, поехали к белорусской. Стальградная водка. Да, немножко по-другому оформлена. Ну, в принципе, согласитесь, друзья мои, очень узнается, что тема столичная здесь, ну, просто прослеживается. У нас, у тебя нет родственников в Белоруссии? У меня есть один белорус. У меня родственников, кроме Болгарии, нет нигде. Да? Когда мы пойдем в Болгарию? Когда желаете, пожалуйста. А, сейчас все добьем и поедем. Поедем попробуем. Болгарскую водку. Самого он тоже не делает. Я знаю. Да, я пил. Ну, давайте сравниваем. Ну, так вот испиваются на канале Марс Клуб. Выноси резюме. Лучше, лучше в этот. Какая? Российский, конечно. Дорогие друзья, вот Стальградная отдыхает. Сегодняшний наш эксперимент, и для этого эксперимента, для сегодняшнего нашего сравнительной дегустации я позвал человека, который два с половиной раза моложе меня, живет в совсем другой стране, и мы сравнили три разных водки и все-таки сделали заключение русское столичное, российское столичное. Ну, продолжай. Я считаю, в российской лучше намного, чем остальные. Но Латвия, я думаю, пусть они обижают. Я думаю, они вообще не умеют, они водку делать. Пусть они там свои европейские там все отдыхают. Чем-нибудь европейские пьют лучше. Ну, русское столичное гораздо лучше. Но все-таки исконный русский рецепт, наверное, все-таки остался в России. Дорогие мои друзья, ставьте лайки, пишите, задавайте вопросы, что еще продегустировать вместе с нашим Лехой из Стамбула. Я приглашу его в гости, накрою поляну, и мы сравним, попробуем. Пишите, друзья. Мы снимаем обязательно, что интересует. Скажи что-нибудь, пожалуйста, на турецком. Да, на самом турецком. А я налью последний, как говорится, на пасашок. А ты пока говори, что-нибудь. Вдруг нас смотрят кто-нибудь в Турции. Arkadaşlar, 3 водка, я сейчас попробую, тестировали. Дайя Витя и мы с вами. Дайя Витя? Литвания, белорус, русский водка. Литвания, тебе нравится, здесь не так, ничего не подошла. А если не у них там, дайте больше, очень не было. Белорус, опять хорошо. Русские, русский водки, здесь действительно. Вот там не было, что я пока ничего не рассказываю. Я сейчас не знаю. Я сейчас не знаю, почему-то, если давно там не было, это было. Русские, то есть они не удачи, что-то на которые мы сейчас, Если я сейчас выпью еще один такой заход, я тоже начну говорить по-турецки. В случае по-турецки я уже стал понимать. Всего вам доброго. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока, друзья. Пока.